В старой части Якутска, во дворе здания бывшего реального училища, на пересечении улиц Ярославского и Кулаковского, стоит невзрачный бревенчатый сруб с дощатой кровлей. Здесь впервые в мире была измерена отрицательная температура на многометровой глубине, и тем самым доказано существование мерзлых толщ значительной мощности. Ирония судьбы, но шахта Шаргина мало кому известна, кроме специалистов. Хотя на карте Якутска она обозначена как исторический памятник. Как долго продлится этот сон? Для чего Фёдор Шаргин в 1828 году начал рыть гигантский колодец? Сегодня можно строить разные версии, но доподлинно известно, что колодец этот глубиной в 116 метров. Вырыт он в вечной мерзлоте и не знает аналогов в мире. Более 60 лет в шахту не спускался ни один человек. Что скрывают глубины шахта Шаргина? Это намерены выяснить искатели Якутии. Вечная мерзлота составляет 1 четвёртую часть суши на земном шаре. Ну и вот с этим интересно было, да, как пришли к этому изучению вот этого явления, изучение этой горной породы учёные. Я занималась изучением научных исследований Академии наук на северо-востоке страны. И изучая, естественно, научные изыскания, нашла в архиве Академии наук отчёт Академии наук за 1838 год. Вот в этом отчёте сообщалось, что впервые Академия наук получила известие о вечной мерзлоте от Гмелина Иоганна Георга. Это немецкий биолог. Он же высказал своё наблюдение, что ли, о том, что в Сибири есть вечно мёрзлые грунты. Западные учёные отрицательно отреагировали на это сообщение Гмелина о вечно мёрзлых грунтах. Почему так было? Это был 18 век. Почему так случилось, что ни Петербургская Академия наук, ни учёные Западной Европы не восприняли совершенно серьёзно сколько-нибудь вот это сообщение? Дело в том, что господство представления, что чем большее, можно погружаться внутрь Земли, то есть ближе к ядру её раскалённому, температура не должна, во всяком случае, понижаться, это точно. В Академии наук были очень большие споры относительно того, что такое вечная мерзлота. И вот сейчас я точно не помню, по-моему, Толь отстаивал ту точку зрения, что это горная порода, что это не какая-то случайность территориальная или климатическая, что это горная порода. И только вот сравнительно недавно я узнала, что это одна четверть земного шара. Потрясающая вещь, по-моему. Понимаете, в чём дело? Вот эта вечная мерзлота, её открытие, которая принадлежит Петербургской Академии наук, стало открытием мирового значения. Поэтому вот эта вот шахта заброшенная, никудышная, это памятник мирового открытия. С абсолютной точностью мы можем утверждать, что Фёдор Ширгин начал рытьё колодца с единственной целью – найти и обеспечить своё хозяйство на летнее время чистой водой. В докладе, написанном исследователем бароном фон Гельмерсеном 1 декабря 1837 года, находим. Один из служащих русско-американской компании, господин Ширгин, распорядился рыть колодец у своего дома в Якутске с тем, чтобы на глубине пяти сожжений относительно уровня в реке Лене дойти до воды, так как очень трудно бывает на всё тёплое время года сохранить запасы льда, который употребляется в талом виде. Рытьё колодца в первые два года велось в тёплое время. В первый год колодец был вырыт на 15 метров. Летом 1830 года дошли до глубины в 13 русских сажен, около 28 метров. Ширгин уже начал терять надежду дойти до воды. Но в это время в Якутск из своей поездки по сибирским русско-американским колониям приехал адмирал Врангель. Перед его поездкой по берегу Ледовитого моря выражено было пожелание, чтобы он взял на себя труд определить, на какую глубину там оттаивает почва, по возможности также, на какую глубину она промерзает, так как до сих пор в этом отношении ничего не было известно. Он быстро сообразил, что начатый колодец даёт прекрасную возможность изучить это. Адмирал Врангель уговорил Ширгина продолжать своё предприятие и обещал ему обратиться к русско-американской компании с просьбой принять на себя издержки по работе. Ширгина – это уникальное вообще сооружение в мире, уникальное, и оно имеет большое научное значение. Наши мерзлотоведы пользуются это многолетние съёмки температуры, многолетних мёрзлых грунтов, мёрзлых. Со всего мира люди приезжают. Так что эти данные-то вообще таких в мире просто нет. То есть, с научной точки зрения, это уникальное явление. И как научный объект, он, естественно, должен быть сохранён и там поддерживаться. Это же не так всё легко. Ширгин, значит, когда уезжал обратно к семье Густюк, он там обложил. Но она глубиной там сто с лишним метров, он на 70 метров обложил. Дальше просто в грунт идёт. Но в какой-то степени это бренд якутска. Потому что, ну, когда говорят о Якутии, в первую очередь это, значит, мерзлота. Мы тут ставим проблемы там про родину, человечество, что это, значит, холод. Способствовал становлению и развитию человечества. Криллитозона или область вечной мерзлоты на нашей планете, она достаточно широко распространённая, природное явление. И связано оно с долгопериодными, так называемыми, климатическими изменениями. Ну, это, значит, климатические изменения порядка тысяч, десятки тысяч, миллионы лет. Вот на территории, вот в арктических регионах России, в Якутии в частности, считают, что вечная мерзлота появилась где-то полтора-два миллиона лет тому назад. Как образовалась вечная мерзлота? Мощность мерзлоты, допустим, если у нас в Якутске 300 метров, здесь мощность мерзлоты, такую мерзлоту могут образовывать понижение температуры с периодом, то есть вот низкая температура должна быть продолжаться порядка несколько десяти тысяч лет. Десять и более тысячи лет должно продолжаться. Это такой цикл, чтобы охладить поверхность. То есть идет постоянное наложение среднегодовое. Как среднегодовая температура ниже нуля, вот зима промерзла, значит, в зимний период слой почвы, да, летом, что такое температура ниже нуля. Летом начинает оттаивать промерзший слой, но он не полностью протаял. Начинается новый зимний период, а тот прослойчик остался уже. Начинается новый зимний период, он добавляет. Вот этот многолетний прослойчик увеличивается мощностью, и вот так вот идет цикличный. Цикличный, он все смещается, смещается, вот этот растет по мощности, и вот этот цикл должен продолжаться более десяти тысяч лет, чтобы сформировать значительную по мощности вечную. Нами были сделаны две попытки пройти шахту Шаргина. Нам удалось пробить ледяную пробку и проделать в ней отверстие диаметром 80 миллиметров. Пессимисты уверяли, что мы не сможем пройти большое расстояние. Вдвигались версии, что ледяная пробка в шахте не одна, что шахта Шаргина заполнена водой либо мусором, что от времени стенки шахты схлопнулись, и сам колодец завален бревнами, которые использовались в качестве опалубки. Первая же попытка спустить камеру в глубину колодца позволила понять, что за ледяной пробкой следуют уникальные гирлянды из кристаллов льда. Сначала мы не встретили особых препятствий, но на глубине около 15 метров камера застряла. Прочно и основательно. Неужели пессимисты оказались правы? Это веревка. Вот она сама. Раз. О, вот. Вот, судя по всему, там бревна. Потому что она соскакивает с чего-то. Снова веревка просаживается. Вот она. По сообщениям самого Ширкина, в следующие годы работы велись только зимой, так как с наступлением лета свечи в колодце гасли, и рабочие, спустившиеся в шахту, страдали от головокружения и головной боли из-за скопления углекислого газа. С мая по октябрь колодец старательно закрывали досками, на которые насыпали землю, чтобы предохранить от оттаивания его стены в верхних частях. Поскольку работа происходила в сильно замерзшей почве, то шахта не требовала обшивки. Грунт был настолько твердый, что часто вместо лопат должны были работать киркой. Обшивку стали делать лишь на глубине 51 сажения, поскольку почва стала рыхлее, и рабочих могло засыпать. Ну, тут уже риск есть риск. Архивные документы не подвели. Действительно, бревенчатая опалубка шахты начинается ниже. И она прекрасно сохранилась. Первый раз мы не стали рисковать. Дойдя до глубины 25 метров, несмотря на жгучее желание заглянуть дальше, решили вернуть камеру на поверхность. Все зло? Ну нет, все, 25 достаточно. Ура! Мы убедились, что шахта в хорошем состоянии. И начали готовиться ко второму спуску. Что ждет нас на этот раз? Может, мы сможем открыть тайну, почему Шергин, поначалу намеревавшийся докопаться до истины, прекратил свое изыскание на глубине 116 метров? Сейчас мы спустились в подземную лабораторию Института Межзотоведения. Глубина вот этой данной подземной галереи 12 метров. 12 метров – это не случайная выбранная глубина. Она соответствует тому, что здесь, в Центральной Якутии, на этой глубине у нас зона нулевых годовых амплитуд. То есть вот этот годовой перепад температуры, который у нас на поверхности, а в Якутске он больше 100 градусов, сюда он не проходит. В естественных условиях. Это древнее отложение реки Лен. То есть когда-то река протекала здесь. Ну, это нормальная геологическая деятельность реки. И специально оставлены вот эти вот окна, открытые, в естественном отложении. То есть возраст этих отложений – 10 тысяч лет. Это делали радиоуглеродным методом. И то, что вот здесь видно, вот эти вот палочки и растительные остатки, это не сверху проросли корни, это то, что река захоронила свои наносы. И если вот присмотреться на эти палочки повнимательнее, на них видно, что осталась кора. Даже в нашем климате кора сгнивает, ну, за 2-3 года на поверхности, там, по-разному, зависит от условий. Здесь она сохранилась в течение 10 тысяч лет. Вот эта вот стенка – это обыкновенный песок. И вот в мёрзвом виде этот песок, он по своей прочности становится, ну, приблизительно, как бетонная стенка. Лёд является, как бы, цементным связующим и позволяет, как бы, строить как раз на мерзлоте все вот эти вот здания, которые у нас стоят. Ну, в частности, 202-й микрорайон в Якутске, он построен на намывных песках. То есть поставили фундаменты, драгами намыли песок. То есть такой вот уникальный опыт строительства. А то, что снизу, вот этот вот рассыпчатый песочек, он тоже имеет отрицательную температуру, но он абсолютно сухой. То есть влага вся из него испарилась, поэтому он себя ведёт так же, как рыхлый. О колодце писали не только петербургские, но и европейские газеты. В это время Ширгин проводил замеры температур и отсылал отчёты в Петербургскую академию наук. По всей протяжённости шахты были установлены термометры, которые в количестве 26 штук академией были Ширгину и высланы. В 1837 году от Ширгина пришло новое известие о том, что колодец доведён был до глубины 116,4 метра. Был встречен очень твёрдый слой толщиной в два оршина. При этом прилагался точный счёт расходам, произведённым в последнюю зиму на рытьё колодца. Затраты составили 1362 рубля 50 копеек. По тем временам – огромные деньги. До зимы 1835-1836 годов русско-американская компания брала на себя расходы по работам. Но возместить 1362 рубля она не считала себя обязанной. Академия также открестилась от выплат. Ширгин, не имея средств, работы прекратил. Его императорское величество, узнав, что некий купец в Якутске со значительными издержками произвёл такой важный для геологии опыт, даровал ему ценное кольцо с бриллиантом и золотую медаль. Тем не менее, расходов Ширгину никто не возместил. После шахту вплоть до 40-х годов 20-го века использовали как лабораторию для изучения вечной мерзлоты. Однако судьба самого Ширгина и по сей день остаётся загадкой даже для знатоков-краеведов. Квартал 47-й. Вот ограниченные улицами Управленская, полковая, логовая и полицейская. Вот на этом квартале располагалась шахта Ширгина. Ну, знаете, Фёдор Ширгин, о нём очень мало известно. И откуда он, и возраст, и даже отчество никто не знал. Работая в архивах, в центральных архивах города Москвы и Санкт-Петербурга, я случайно обнаружил письмо от Фёдора Ширгина, датированное в 1800-1805 годах. Это он происходил из Великого Устюга. Очень долгое время занимался торговлей. Купец, Великого Устюгский купец. И там есть его отчество. Его звали Фёдор Алексеевич Ширгин. Вот это первое, так можно сказать, озвучивание его отчества. В Санкт-Петербургском российско-государственном историческом архиве я тоже обнаружил письмо прошения его сына Александра Фёдоровича Ширгина на имя министра финансов России Вронченко. Тут он пишет о своих заслугах. В читании в залах архивов, как в центральных и в национальных архивах, делаю выписки. Делаю выписки и сценографическим образом я пишу, чтобы быстрее зафиксировать те обнаруженные мною документы. С 1830 года поступил в действительную службу российско-американской компании в городе Якутске и служил до 1838 года помощником. То есть он был помощником своему отцу. А затем в должности комиссионера в Якутске до 1 ноября 1844 года. Вполне возможно, что Фёдор Ширгин, его отец, умер в 1838 году. И вот он тогда заступил на его место. В своём письме сын Фёдора Ширгина говорит о том, как ему он был направлен от Якутска к предполагаемому тогда порту Аян на побережье Охотского моря. Он писал, сколько по пути пришлось претерпеть лишений и какую пользу он принёс государству, по пути исследуя в сопровождении партии ссыльных породы на предмет содержания золотоносной руды. Помимо прочего, упоминает он и о шахте, вырытой на собственные с отцом наши средства. В конце сын Ширгина Александр просит о повышении аттестации и выплаты материального вознаграждения. Тут имеется отписка чиновников российско-американской компании, которую уведомили министр финансов, что написание аттестата нет необходимости, денежное вознаграждение тоже не могут дать, потому что он уже и так, как зарплату он получал. Так, и далее, что на аттестат тоже, и кадатайство на почётное гражданство тоже они не выдали. Прошение датировано 17 сентября 1846 года. Выходит, права народная молва. Ходили слухи, что Ширгин вернулся в Великий Устюг и скончался там, не имея больших средств к существованию. Судьба его сына неизвестна, равно как и потомков. Остался ли кто из них в Якутске? Судя по тому, что Ширгин нередко встречающаяся в Якутске фамилия, вполне возможно. Но знают ли предки о том, откуда их корни? О том, куда делась императорская награда, кольцо с бриллиантом и золотая медаль, болтали разное. Что их украли, что потомки Ширгина вынуждены были продать ценности. Поговаривали даже, что схоронил их Фёдор Ширгин на самом дне своей знаменитой шахты. Возможно, нам ещё предстоит это выяснить. Ведь мы не знаем, что ждёт нас на самой глубине шахты Ширгина. Второй спуск видеоаппаратуры принёс новые сюрпризы и новые сложности. По мере опускания камеры на глубину становилось понятно, что относительно лёгкий аппарат становится всё тяжелее и тяжелее. Затем тяжесть камеры стала такой, что удержать её было практически невозможно. Создавалось ощущение, что камера весит не менее пяти килограмм. Верёвка натянулась, как струна. Что это могло быть? Давление? Оледенение? На такой относительно небольшой глубине? Объяснить это пока невозможно. Тем не менее, вторая попытка спуска увенчалась успехом. Удалось опустить камеру примерно на 108 метров. Опера Марина Калинина справлялась с задачей. Марина, кстати, одна из немногих якутских операторов, высказавших желание отправиться в глубь шахты, когда мы подготовим для спуска людей. Дна, правда, мы ещё не достигли. Зато сейчас мы с уверенностью можем говорить, что шахта находится в хорошем состоянии. Можно начинать готовиться к спуску людей. И кто знает, что ждёт нас на самом дне знаменитой шахты Шаргина. Возможно, в чём-то, сказанном выше, можно усмотреть излишнюю драматичность, которую несложно истолковать как предвзятость. Но таков уж удел нашего времени, когда взгляд в прошлое редко бывает однозначным. Интерес к шахте Шаргина – это взгляд не столько в прошлое, сколько в будущее. Это модель будущих уникальных туров как для спелеологов, так и для обычных туристов. Это привлечение внимания людей к историческим памятникам, к необходимости их реальной реставрации, а в данном случае – возрождения. Редактор субтитров А.Семкин